Ребята, познакомьтесь, Женя и Славик. Вы недавно заехали? Да. Неделю назад? Неделю назад. Неделю назад заехали? Через сколько дней родила жена? Через 3 дня. То есть, подождите, вы в Мексике летели почти... 30 часов. И там у вас роды были через пару дней. И вам вас спустили на самолет? Да. Один вопрос мой. Добро пожаловать в Америку. Как назвали мальчик, девочка? Самуил. Самуил? Первый? Первый. Первый сын. Круто. Вот здесь есть... А вы уже давно в Америке? Ну, а мы с 31 декабря. А, ну это недавно... Сколько там? 3 месяца. 3 месяца. Классно. Откуда вы? В Луганске. Ой-ой-ой. А вот вы приехали оттуда прям, да? В Луганске? В Луганске, в Украину, с Украины и все. А вы... Когда начался 2014 год, вы уехали оттуда, да? Не, мы там сидели, пока нас душить мы начали. А кто начался душить? Ну, местные власти. Ну, а что за власть? Это же власть вас освободить хотела. Ну, мы не просим. Меня освобождать от чего? От нормальной жизни меня освобождать? А что там была нормальная жизнь до 2014 года? До 2014 года я не жаловался на жизнь, меня все устраивало. Да и многие там не жаловались. Ну, в глазах русского телевидения вас приехали освобождать еще в 2014? Так и сейчас они же Украину освобождают от кого-то и что-то. Нет, они сейчас Украину от жизни освобождают, от людей, от чего они там освобождают, я не знаю от чего. То есть, вам было там некомфортно, вас никто не защитил и вам пришлось эмигрировать там, по Украине? Но, если бы мы не эмигрировали, нас бы или в живых не было, или сидел бы я. Поэтому лучше здесь, живым, здоровым, в нормальной стране, чем там. Добро пожаловать. Какое обращение вы хотите сказать всем луганчанам? Ребята, всеми возможными путями выезжайте. Выезжайте как угодно, куда угодно, там жизни нет. Вы не считаете, что у Луганской будет скоро такая комфортная жизнь, как в Москве? Нет, не будет. Ну, если Луганск переедет в Луганск, может быть, но вряд ли. Ну так, кстати, надо мавзолей перевезти в Луганск. Вы хотите, все делается для президента, все асфальт, все дороги, все цветы садятся только для него? Ну, мы считаем, да, наверное. Да, это правда, я согласен, в основном в России есть глубинка. Ну, в Москве больше жить нет. Ну, в Питере. Ну, и все, больше городов нет. Ну, и дело в том, что когда на той же Москве ты едешь, ты просто... Вот Москва красива, но пока ты с Луганской доезжаешь до Москвы, ты едешь фактически через сплошную деревню, в которой черный дым идет, в которой заборы покошенные стоят. Ты просто видишь, как там живут и удивляешься, как в этой стране, в которой продает газ, и они так живут замечательно, как они не могут себя обеспечить газом и живут в таких адских условиях. Но потом, когда подъезжаешь к Москве, все как-то лучше, 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 а в Москве вообще хорошо. И ваши призывы это бежать, если можете? Ну, там сейчас убежать не получается, там граница закрыта и идет тотальная мобилизация. Там людей до 60 или 65, я уже точно не помню. Им нельзя выехать, так как они все считаются военно обязанными. Там есть лазейка, кто взятки пытается платить. Ну, я не знаю, такое советовать нельзя, но у кого-то получается. А смотрите, а если ты в Луганске, тебя заставляют воевать против украинской армии, да? Ну да. А если ты не согласен морально? Его брата забрали, он не согласен, но его забрали. Вау, то есть против воли под угрозой? Нет, мобилизация не важно, ты призывал в возраст, как бы, да. ДНР типа? Нет, ЛНР. А, ЛНР, да. Ты должен ее защищать. А хочешь ты или не хочешь, ну, сядешь в тюрьму тогда, это ж уклонение от воинской службы. Люди-заложники, короче, оказались. Ну да, мы, получается, ушли еще до начала этих фазы боевой действий. Когда мы приехали, где-то через сколько там, наверное, полтора месяца вот такая вот ситуация началась. И мы поняли, что нам дважды повезло. Первое, что нас там не посадили, а второе, что нам удалось оттуда выскочить. А когда вы выскочили? 20 декабря мы выехали, 31 декабря мы сюда. То есть это до военных событий? Ну да. Молодцы, молодцы. Ну, повезло просто. Ну, как сказать повезло, когда у тебя там вся жизнь, вся родня осталась, а ты выскочил, лишь бы там в тюрьму не сесть и не умереть. Скажите, а вот я общался с людьми, которые в Донецке вроде бы они жили, и они говорят, они обижены на Украину. Ну, есть некоторые, но опять же, это же не большинство. Там получается, что когда сам конфликт начался, большая часть людей, ну, скажем, процентов 50, они уехали. Половина уехала в Украину, половина уехала в Россию, приблизительно пополам. И вот те, кто остались, это остались те, кому либо не за что ехать, либо некуда ехать. То есть нет у них там не родственникам никого, или с родственникам отношения тяжелые. Они остались. И, по сути, они когда остались там, им пришлось жить, ну, плясать под эти условия. Угу. Ты, вот я не получал там паспорта ЛНРовский, из-за этого у меня было миллион проблем. Первый вопрос, который у меня, паспорт, я даю украинский паспорт, а мне, что это вообще такое? То есть для них это не документ, они, ну, я имею в виду силовые структуры. Там МГБ, полиция, народная это милиция, ополчение, казачество. Для них все, что с символикой Украины, где есть гель, это как для быка красная тряпка. То есть, а руководство пришло из России, там, под влиянием России было, или они сами его создали, были независимы от России? Там кураторы стоят, вот у них, ну, конкретно у нас, как он назывался этот, интернат был, они в интернате сидели, там сидели россияне. Которые с тобой разговаривают и общаются, но ты же говор сразу слышишь, приезжаешь в другой регион, слышишь, как они говорят. Ну да. Слышишь московский говор, слышишь Питер. В Луганске говорят гэ. Да, и, ну, ты сразу просто на слух это понимаешь. Потом, когда они начинают опрашивать, и ты говоришь, там, где учился? В Восточно-Украинский университет, там, имени Владимира Даля. А это где? Ну, как может человек, который местный, спрашивает такую глупость, когда это бывший марш-универ? Угу. Это понятно, что человек просто не отсюда, не с этой территории. И там, ну, опять же, школа там, в какой школе учился? Там, 563-я. Это где? В Луганске? Ну, какая может быть 563-я школа в Луганске? Там, на 90-х номерах они заканчиваются. Это, ну, то есть все это легко, это все понятно. То есть руководство под влиянием было конкретно? В верхушке, да. Там, я же говорю, как кураторы стоят, которые управляют этой местной властью. То есть местная власть действует, они же не от себя это все делают. Идут дотации, идут машины с гуманитарной помощью, все это туда въезжает. Вот родственник, который работал там. Гуманитарка приехала, людям выдали там 20-30 процентов, а остальное между ними разошлось. Там это все, такая машина, она как одно целое. И вот таких элементов не согласны. Ну, которые начинают что-то там, пост какой-то выкладывать, что-то выходить там или, не дай бог, за Украину еще рассказывать. Их надо, так как раз, куда-то убрать. Ну, или вообще убрать, или просто куда-то убрать на 5 лет, на 10 лет. Вау. Ну, этот человек, он потенциально собирает вокруг себя единомышленников. Зачем он там такой нужен? Он там не нужен. Поэтому его надо убирать. То есть вы хотите сказать, что большинство людей, которые не были согласны с режимом, они уехали? Они уехали. Те, кто незачем было ехать, они слились как-то, сработались? Да. Там, я же говорю, там система так построена, что ты хочешь или не хочешь, тебе придется жить по этим правилам. Вот у меня не было документов, и если бы я оттуда не уехал, мне бы пришлось тоже получить этот паспорт тоже, вы хотите рассказывать, какой ЛНР хороший, для чего, чтобы устроиться там на работу. Ты не можешь работать на государство, там быть учителем. Вот, к примеру, сестра у меня преподавателя, она не может даже в голове представить, что она там будет за Украину или против этой республики. Хотя еще до 2014 года ее все устраивало, ей нравилась Украина, все было хорошо. Но вдруг человек мысленно перестроился. А скажите, украинские новости показываются в ДНР, ДНЛНР? Показываются те, у кого спутниковые тарелки стоят. Обычно все закрыто. Когда республика отделилась, они все рассказывали, что вот у нас не как Украина, мы не будем ничего запрещать. У нас будет гривна, как государственная валюта, так же как и рубль, будет второй украинский, русский язык наравне. Но по факту этого не было. Украинский нигде не изучается, его в школах поотменяли. Всю эту литературу всю убрали. Если даже первый год или два класса были по желанию, то есть кто там хотел, чтобы изучали, то потом даже это убрали. То есть я хочу, чтобы мой ребенок там изучал украинский язык, а вариантов возможности такой нет. Спасибо за такой инсайт, как от людей, которые прожили. А вот вопрос к вам. Мне постоянно пишут, где вы были последние 8 лет, а сейчас-то вы запилили, подняли флаги, вам все не нравится. А что мы, украинцы там или я из Днепропетровска, почему вы молчали о том, как вас бомбили 8 лет, геноцид, каратели, вас бомбила Украина? Можете прокомментировать с вашей точки зрения как жителей? Во-первых, вот конкретно у меня, у родителей, я как раз у них оставался ночевать, и именно к нам во двор прилетел снаряд. В ютубе даже можно набрать, посмотреть это дата, там снимали многие репортеры, ламеры и их подобные новые каналы в Новороссии. Так вот, когда приезжал криминалист, это воронка, по форме воронки можно понять, откуда был прилет. И я эту воронку уже, ну так как она у меня во дворе упала, я ее уже осмотрел, и криминалист выкладывает там рулетки все эти, компасы показывает, а репортер снимает, стоит рядом свое. Я вот этого криминалиста спрашиваю, так откуда прилет был? А криминалист независимый или из Новороссии? А вот он знает, но он в форме без... ну непонятно кто он. Ну понятно, что он местный. А кому, какому роду войск, к чему он принадлежит, я не знаю. Его задача была пофотографировать местность, как бы компас, он там выкладывает рулетку, чтобы понять какой размер, диаметр воронки, глубина ее. И вот он стоит ее осматривает, а там в метрах пяти стоит, репортер снимает. Я у него спрашиваю, говорю, так откуда прилет он? Ну судя говорит, по диаметру, положительно вот с этого угла, оттуда. А там что, там глухой тыл находится, там Алчевск, Брянка, это ну Россия, там нет украинского ничего. Тут слышит этот разговор репортер, который снимает, и подходит ко мне и говорит, ты к чему это все ходишь? Я говорю, понять хочу, кто стрельнул ко мне во двор. Он говорит, да мало ли что ли у нас ДРГ. Но ДРГ это диверсионно-разведывательная группа. Так вот, калибр, который воронка была у нас во дворе, она попала в сарай. То есть она попала в сарай, сарай разлетелся, и на этом месте была воронка четыре с половиной в глубину и почти десять метров в диаметре. Вау! Ну там да, там спускаешься, ты вот такой вот маленький в этой воронке становишься. Это огромный калибр, или 190, или 200, или 210, это с чего-то большого стреляли, там Гвоздика, Акация, ну какая-то большая установка. Как диверсионная группа незамеченно может проехать в тыл, вглубь этой республики, стрельнуть, потом уехать, причем стрельнуть не один, а там сколько-то, три или четыре раза они хлопнули. То есть это на уровне такого бреда и фантастики. Но он рассказывает, ну, я понял, что дальше эту версию продвигать нельзя и говорить ничего нельзя, что я понимаю, что это реально свои. Ну, интересно мнение, но все-таки, я пытаюсь понять, у людей ожесточенный настрой на Азов, есть такой какой-то полк, который там ненавидит русских. Есть ли какие-то точки зрения, хоть защиту другой стороны, как местные жители, что вам кажется странным со стороны украинцев? Есть нейтральные, они делятся как бы вон там народ, нейтральные за и против. Нейтральных, ну, конечно, больше всех, которых против Украины, потому что те, кто поддерживали Украину, они оттуда уже уехали. Либо они остались заложниками ситуации, они себя тихо и помалкивают. И я, например, знаю, что там тот человек, таких же взглядов, как я, мы можем с ним на эту тему тихонько пошушукаться. Больше об этом ты нигде ничего не скажешь. А вот те, кто против Украины, это, ну, в основном те люди, которые страдают по Советскому Союзу. Вот, со всеми этими людьми, я не пытаюсь их переубедить, я начинаю с ними диалог. Почему, что, как, вот как у них мнение складывается. Они мне начинают рассказывать, как было хорошо при Советском Союзе, как они жили, как там хлеб, поскольку это копеек был. И они вот это все мне пересказывают. Это я заметил во всех, кто против Украины, они страдают по этому Советскому Союзу. Новости начинают мне пересказывать ОРТ, Россия 1, НТВ, этого Соловьева цитируют, Шенина, Норкина. То есть, одни и те же слова говорят разные люди. Ну, понятно, что если я посмотрела по телевизору, и потом 10 человек это повторило... У меня сотни комментариев, сотни комментариев, как будто один человек пишет, ну, от разных имен. Запрограммированные люди конкретно. Тоже я сейчас понимаю, что... Опять же, даже у нас, ну, в такой, как бы, квази этом государстве, маленьком образовании, все равно подача идет с определенного ракурса. Все вроде бы видят адекватную ситуацию в городе. Вот там взять канал наш местный, или газету там, казачий вестник. Все прекрасно понимают, что там написано чушь полнейшая. Такого в городе нету, и там у них все хорошо и все процветает. В реальности это нету. Но человек читает, и он реально верит тому, что там написано. То ли ему теплее становится. Я не знаю, как это работает. Ну, какое-то хочется оправдание всему, что происходит. Хочется какое-то оправдание. Я когда эту газету читаю, мне ее хочется смять и выкинуть. А эти с удовольствием... Я не знаю, какое пожелание такое ждать всем людям, которые, ну, поддались пропаганде. Или наоборот другим. Потому что я уверен, что в Украине есть своя пропаганда конкретно. И в Украине, в США у всех есть пропаганда. Как вы боретесь? Потому что у меня ощущение, что такой свежий человек, не влияемый ни тем, ни тем. Нужно просто общаться больше с людьми, которые очевидцами были каких-то событий. Которые могут по факту рассказать, что они видели или слышали. А не передавать из десятых ушей, что мне там кто-то что-то рассказал, мне там кто-то что-то сказал. И смотреть ролики именно, опять же, тех же очевидцев. Которые снял, показал. Вот было это, вот было вот это. Я вот увидел, вот колонна. Вот зашли, вот стрельнули. Эти то сказали. Это так сделали. Не слушать того, что кто-то где-то чего-то там нарассказывал. Как в эту историю там про распятого мальчика. Как его прибили, там бабушку насиловали, корова плакала. Там ужасы такие. Это все чушь собачья. Будет свидетель, будет видео, будет фотография. То есть, ну, здравый смысл надо включить. Включить и подумать. И не слушать одну линию. У любой истории есть две стороны медали. Ты когда разговариваешь, что там драка какая-то. Ты слушаешь его, он прав, он молодец. Ты послушаешь, а ты послушай второго. Второго послушаешь, там уже он прав, молодец. Тоже аргументы есть. Правда она где-то посредине находится. Ты должен и там послушать, и там послушать. Сопоставить эти факты. И вот посредине, правда, у тебя картина эта выплывет. Угу. Классно. Спасибо, Алекс. Друзья, это был житель до Луганска. Не просто по слухам, по слухам. А человек, который видел, услышал. Ну, я думаю, у тебя тоже позиция есть. Я думаю, мне надо встретить теперь какого-то прям супер-про ЛНР, чтобы он в свою сторону рассказал. Я рад твою сторону. Это моя мама. Да? У меня мама, она единственная в семье. У меня получается, ну, я, понятное дело, за Украину. Брат тоже за Украину, но есть какие-то свои нюансы, которые его там не устраивают. Ну, именно в политической власти. Как за язык, за культуру, за национальность. Брат полностью. Отец поддерживает. Но мама, она категорически, она русская. Она вот русская до мозга костей и все. А национально-генетически вы из русского бэкграунда? Ну, там. Или микс. Сопутанная ситуация. У отца родство по деду идет с Ивана Франковска, но родился он в Белгороде. Мать считает себя русской, но родилась в Луганске. Это раньше Варшаловград был. Хотя ее отец из, он сирота из Волгограда. Сталинград, Волгоград. Из Волгограда. В общем, там вот так все намешано. Да, за последние 70 лет наш народ столько перемешался. И мы, на самом деле, вот мы все близки, мы все одинаково. Я как люблю говорить, мы все дети Божьи. Поэтому это война, амбиции каких-то людей, которым мы поддались и начинаем воевать. Поэтому выключите свою ненависть, выключите пропаганду, начните любить людей. И будет везде мир их. Поистину. Аминь. Спасибо, Алекс. Мы были на Парасольке. Полное видео в описании. Я полетел домой, а то давно был дома. После свадьбы еще не заезжал. Всем пока. Спасибо Алексу. И если кто-то хочет выйти со мной в эфир и рассказать другую сторону медали, я очень с радостью хотел бы услышать и передать зрителям. Спасибо. Спасибо. Спасибо.